Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Спасибо, что заглядываете ко мне и огромное спасибо за все ваши отзывы. Сегодня мы поговорим о покупках. В основном это люксовая уходовая косметика. Как вы знаете, в последнее время у меня довольно много бюджетных находок, но если есть такая возможность, если есть большие скидки, в конце прошлого месяца, как вы знаете, в связи с так называемой Черной Пятницей, в начале, в принципе, еще декабря, длились хорошие скидки, в частности, в магазине Литуаль, я приняла однозначное решение, что с 50% скидкой я точно могу себе позволить некоторые ароматы и многие уходовые средства, о которых давным-давно думала и хотела попробовать. И это видео не для того, чтобы просто похвалиться своими покупками. Большинство из них я не пробовала еще ни разу, и мне очень важно ваше мнение. Как вы видите, покупок довольно много, давайте все посмотрим. И начать я предлагаю вот с таких абсолютно, кстати, бюджетных вещей. Это расчески. Какие они удобные. На мой взгляд, очень похожие на тенгл тизер. Не знаю, зачем приобретать за бешеные какие-то деньги, за тысячу рублей расчески, когда можно приобрести их, в принципе, в Литуаль. Бренд называется Отельер. Расческа очень-очень мягкая, ей прекрасно делать именно массаж головы. Зубчики, как вы видите, на разном уровне. Это очень удобно. Легко прочесывает как влажные, так и сухие волосы. Стоит она в районе 200 рублей. Пока они есть, вы можете приобрести их в качестве подарка и себе, и вашим друзьям, родителям. Ну и поскольку я постоянно использую такие двухфазные средства, естественно, я приобрела два сразу, потому что была на них 50% скидка от стандартной цены, что очень, конечно же, всегда приятно. Теперь давайте уже приступим к люксовым средствам. Кларанс. Это такое вот очень интересное масло для умывания гель. Но он такой вот масляный гель. Такое у него название. Пор Мелт Клинсинг Гель с маруловым маслом. With Marula Oil. All Skin Types, то есть для всех типов кожи. Очень интересное средство, на мой взгляд. Мне его дали попробовать вначале. То есть мне нанесли его на руку. Сейчас он заклеен, пока не хочу его открывать. Сейчас у меня есть гидрофильные масла в использовании бюджетные, поэтому я сначала использую их и потом уже буду вот этим пользоваться. Средство, которое очень похоже на гидрофильное масло. Насколько я поняла, это то самое вот масло, которое не требует смывания потом дополнительным гелем. Я приобретаю такие средства для утреннего умывания. Все-таки совсем не умываться. У меня какие-то ощущения не очень хорошие. Как будто кожа не чистая. Ну и в принципе я довольно много ухода вечером наношу. Поэтому умываться мне обязательно. Нужно утром хотя бы чем-то очень таким вот щадящим. Имеет действительно очень хорошую масляную такую основу. Она при соприкосновении с водой превращается точно так же, как и гидрофильное масло, в эмульсию. И затем смывается. Еще один хит. Я знаю, что очень многие пользуются и с удовольствием пользуются для сухой кожи. Это Estee Lauder Perfectly Clean. Idea for Dry Skin. То есть идеально для сухой кожи. Это крем, которым можно умываться. То есть его можно как бы немножко вспенить на лице и смыть водой. А можно оставить в качестве маски. Немного походить и потом уже стереть остаточки с помощью тоника. Это увлажняющая маска, которая может использоваться как утреннее умывание. То есть действительно такой вот многофункциональный продукт. И опять же Estee Lauder по стоимости корейской косметики. Я тут, конечно, не устояла. И кожа у меня в период холодов довольно сухая становится. Я напоминаю вам это видео, собственно, для того, чтобы посоветоваться с вами. Пожалуйста, не забудьте оставить мне в комментариях свои отзывы на эти средства. Еще одно средство от Estee Lauder. Это их знаменитая сыворотка Advanced Night Repair. У нее очень-очень богатый хороший состав. Наносится она на лицо. И также можно ее наносить под глаза, но не слишком близко к глазному яблоку. Я слышала просто какие-то фантастические отзывы о ней. Ну, естественно, когда она стоит ровно в половину меньше. Ну, для меня это, конечно, было стимулом приобрести и попробовать, по крайней мере. Все сроки указаны вот на каждом вот таком наклеенном листочке на русском языке. Сроки, вы знаете, все хорошие. Я проверила, прежде чем приобрести. Она довольно жидкая, вы знаете. Как пузырик надувается смешной. Вот сейчас я уловила довольно сильный аромат. Такой, ну, приятный для меня, но если кто-то не любит аромат и вам не понравится. Он такой, как аромат духов. Интересно, внутри был пробничек, на инструкции приклеен. Пробник крема Revitalizing Scream Anti-Aging Supreme. Посмотрите, прямо какие-то стихи получаются. Здесь такой объем, ну, вполне приличный на один раз, по крайней мере, на зону лица и шеи и декольте достаточно. Естественно, наносятся такие сыворотки на увлажненное лицо, либо термальной водой, либо тоником и под крем. То есть она должна запечатываться кремом. Два вот таких вот тоника. Один для кожи жирной, второй для кожи сухой. Почему так? Потому что у меня кожа действительно очень сильно комбинированная. В зоне Т я буду использовать вот этот первый тоник с номером 1. И, соответственно, на все остальное лицо, зону декольте я буду использовать номер 3. Я очень много хорошего слышала именно вот об этих тониках. Здесь содержится комплекс кислот AHA и BHA. То есть первое AHA – это верхние слои кожи, как вы знаете. Верхний слой эпидермис отшелушивает. Самые верхние клеточки, роговевшие. Для того, чтобы впитываемость кремов повысить, чтобы была ровная текстура, чтобы убрать пигментные пятна. И BHA, в частности силициловая кислота, которая здесь содержится, это уже для тех, у кого есть проблемы с кожей. И у кого есть воспаления, какие-то высыпания, акне и так далее. Эти тоники от клиник убивают сразу двух зайцев. И отшелушивают, и очищают кожу от воспалений. Крем, который я приобретаю уже во второй раз. Это All About Eyes Rich. Сейчас у меня первый баночок уже заканчивается. Здесь всего лишь 15 мл. Я знаю, что в Европе он продается и в Америке совершенно другими объемами. То есть 30 мл есть. И, конечно, это более удобный вариант. Получается более дешево. Но первую баночку я свою покупала в RevGosh. И, конечно, это было 2000 с чем-то рублей. Ну, сейчас мне это стоило 900 с чем-то, по-моему, 1000. Ну, сами понимаете, 50% скидка. Лично у меня этот крем как-то просто с безумной скоростью расходуется. К сожалению или к счастью, я не знаю, моя кожа прям его выпивает. И что я могу вам сказать? Вот по нему я уже могу вам дать отзыв. Он очень приятный. Он не имеет никакого аромата. Он жирненький довольно, но идеально впитывается. Не знаю, может быть, только на моей коже, которая хорошо очищена от верхнего слоя роговевшего. Да, потому что я использую витамины А и А кислоты. Ну, в умеренных, конечно, дозах. Но, тем не менее, видимо, этого хватает для лучшей впитываемости. Сейчас буду, как только закончится первая баночка моя, использовать сразу же вот эту, чтобы потом дать вам какой-то, ну, более-менее такой четкий ответ о том, действительно ли стоит тратить на него свои деньги. Ну, он же не всегда вот по таким вот выгодным ценам продается, да, по 900 рублей. Или все-таки не стоит тратиться, и я тогда предложу вам какую-то другую замену. Следующий крем, который я решила приобрести, потому что, ну, прям уж совсем что-то он недорого стоил, что-то в районе 600-700 рублей. Это вот такой вот супер увлажняющий крем. Dramatically different moisturizing cream. Все заклеено. Сроки, опять же, хорошая инструкция на русском. Вот так он выглядит. Он такой желтоватый внутри, довольно жидкий. Действительно хорошо увлажняющий. То есть мы его попробовали. Дочка уже попробовала один раз и сказала, да, действительно, очень приятный крем. Опять же, никакого аромата нет. Как я использую вот такие супер увлажняющие кремы? Конечно же, под макияж в течение дня. Ну, и когда мой крем с iHerb, который я заказывала американский, закончится у меня, я буду обязательно использовать вот этот клиник под макияж, и потом расскажу вам свое мнение. Такой набор я взяла, потому что это было очень-очень выгодно. Здесь Moisture Search. Очень хороший гель-крем увлажняющий. Также здесь есть маска увлажняющая из той же серии Moisture Search. Тот же самый, который я вам показывала, но не рюч, а просто All About Ties. Такой более легкий, под глаза увлажняющий, который можно наносить под макияж, опять же. Вот так все упаковано. И в комплекте еще есть вот такая вот косметичка. Давайте все достанем и посмотрим. Такой набор получается. Маску обязательно сделаю вскоре. Я расскажу вам. Moisture Search Overnight Mask. Mask Hydrant Night. Ну, в общем, такая увлажняющая ночная маска, которая кладется поверх крема. Корейцы и японцы любят вот такие ночные маски. Одну из них я использую в своем проекте использовать по максимуму. Но надеюсь, что вот эта клиник не будет такая же липкая, как японские и корейские маски. И можно будет действительно ее использовать с удовольствием на ночь. Крем под глаза All About Eyes. Надеюсь, из-за того, что он более жидкий, чем All About Eyes Rich, такой вот масляный, который я только что вам показывала, что, может быть, он будет из-за этого более экономно использоваться. Но посмотрим. Здесь всего лишь 5 мл. В принципе, удобно даже брать с собой куда-то. Видите, такая маленькая шайбочка. Moisture Search. Очень известный крем, сильно увлажняющий, такой гель-крем. Тот, который должен очень хорошо, быстро впитываться. Опять же, все вот такие вот гель-кремы увлажняющие я использую исключительно на день и под макияж. С логотипом Клиник. Обычная косметичка. Цвет, в принципе, приятный. Обработка качественная, хорошая. Следующий набор от Клиник. Тоже здесь есть, видите, All About Eyes. Все-таки 50% я устоять не смогла. Хорошее, кстати, средство было у меня вот такое для снятия макияжа. Этот набор шел по цене одной туши. Тушь имеет стандартную, как вы видите, в принципе, кисточку. High Impact Mascara Optimal. Ну, в общем-то, ничего плохого я про эту тушь не слышала. И вообще пока ничего не слышала. Поэтому, кто пользуется, расскажите мне. Здесь все упаковано вот в такую мягкую бумагу. Смотрите, как все тщательно, хорошо упаковано. Бумага фирменная, Клиник. Упаковки в Клиник, в принципе, обычные. Совершенно ничего такого люксового я не замечаю. Я имею в виду декоративной косметики. Вот что касается туши. Открывать эту тушь не буду. Она сразу же начинает сохнуть и портится, как только вы ее открыли. Поэтому не советую вам сразу же рассматривать и открывать все туши, которые вы приобрели. И посмотрите их на тестере. И на этом успокойтесь, отложите пока до лучших времен, пока она вам не понадобится. Видите, уже второй такой крем. То есть у меня получается уже здесь 10 мл. То есть почти полная версия. Ну, для того, чтобы попробовать составить свое мнение, будет вполне достаточно. И последний на сегодня набор от Клиник. Будут еще кое-какие продукты, но набор последний. Тот же самый крем, но уже в тубе. Более удобный такой дорожный вариант. Вот он, Мерша Соч. Тот самый, который был сейчас в 50 мл. И Чаби Стик. Такой вот мини-версии. Для того, чтобы попробовать вполне достаточно, давайте посмотрим. В форме такого новогоднего шарика, не могу сказать, кубика. Выполнена коробочка. Видите, она вот на такой веревочке. Можно подарить вот такой вот на Новый год. Просто повесить на елку, и подарок сам найдет своего хозяина. Все упаковано в бумагу фирменную. Крем 30 мл. Мерша Соч. Заявляется эта серия, как та, которая выравнивает тон кожи. И, на мой взгляд, очень-очень красивого цвета. Чаби Стик. Надеюсь, что вот этот колпачок не будет соскакивать. Я, честно говоря, боюсь таких колпачков. Но нет, вроде бы хорошо сидит. Посмотрите, какой красивый цвет. Он очень-очень масляный. Аромат он не имеет вообще никакого. Ну, и мне даже это нравится. Супер Страубери 07 тон называется. Вот такая красота за сравнительно небольшие деньги. Приобрела вот такие вот два пинцета в подарок. Спарклани называется. Сделана, конечно, в Китае. Импортер Российской Федерации. Один из них, как вы видите, с очень тоненьким носиком. И второй уже с более плоским. Не удержалась, почувствовала нотку ландыша. Проностальгировала по Диориссимо, который сняли, к сожалению, Диор с продажи. Ну, и, естественно, приобрела Нина Ричи. Лекстаз. Ну, и, конечно же, просто шикарная упаковка. Смотрите, какая красота. Вот такое украшение, как будто бы девушка с украшением. Гигантный очень. Аромат, конечно, очень-очень насыщенный. С ним нужно быть очень аккуратным. Он очень шлейфовый, богатый, такой дорогой, я бы сказала. Подойдет больше на вечер, под какие-то торжественные мероприятия, под платье, возможно, под какую-то такую вот деловую одежду, может быть, даже. Он цветочный и, конечно же, аромат ландыша я чувствую везде, даже если он минимален. Он мне очень нравится, но вот именно такой ненавязчивый. Тот, который едва-едва улавливается. Я как-то так смотрела на него, смотрела и сейчас поняла, что с 50% скидкой у меня уже просто нет никаких отговорок. И я его приобрела. Последний продукт на сегодня, еще один аромат, очень необычный, в мою коллекцию от Balenciaga. У них очень необычные ароматы, они вообще ни на что не похожи. Знаете, вот есть такие нишевые ароматы, которые очень-очень сильно отличаются от всех остальных. Вот один из них Balenciaga. Именно за это я его и полюбила. Начиная с необычного флакона, вот здесь пустота, очень интересный. Смотрите, какое красивое стекло, вот как горный хрусталь натуральный. Би-Balenciaga. Какие-то масла чувствуются, и трава, и арбуз. Он такой необычный, вы знаете, ну совершенно ни на что не похожий. Я обожаю такие необычные ароматы. Если кто-то пользовался другими ароматами Balenciaga, откликнитесь, пожалуйста. У меня они очень понравились. Вот теперь могу все эти пустые коробки выбросить. Положу все мои приобретения в шкафчик и буду постепенно ими пользоваться. Обязательно жду ваши отзывы по поводу данных средств. Пишите, пожалуйста, мне было бы очень любопытно узнать ваше мнение. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok